Всем привет, друзья мои! Я блогер из Турции, из города Мерсин. Вы на канале Светлана Ата. Добро пожаловать ко мне! Привет, мои хорошие! Решила все-таки показать, чем я занимаюсь. Вот делаю грузинское ткемали. Захотелось мне чуть-чуть себе в баночку с картошечкой, с курочкой, с шашлычком. Перетираю. И вот, посмотрите, это мякоть. Сейчас что надо делать? Вот это перетру, эту водичку сейчас волью. И потом поставлю, чеснок возьму. У меня свежих зелени нету, только укроп. Ну, я посмотрю, укроп попереготовлю. И сухих пряностей, кинза. Вот хусунели, хмели-сунели, там что надо на это. Посмотрю, что есть, все напихаю. Покажу вам готовый результат уже. Ну, а тут с утра у меня уже один раз прокипело мое варенье. Посмотрите, какая красота у меня получилась. Видите, какой красивый соус. Соус. Даже его можно потом еще будет разбавить с водой. На вкус даже не пробовала. Мне кажется, кислый, но все равно надо добавлять сахар. Вы знаете, что? Вот сейчас вот кто смотрит меня с Грузии и скажет, ты неправильно готовишь. Да, потому что ткемали настоящие нужно варить со старым укропом. Ветки есть, вот именно сушеный укроп. Вот я сейчас сюда. Значит, я хочу просто, чтобы моей Грузии чуть-чуть запахло в Турции. Это ж такая прелесть. Боже, как я обожаю мою Грузию. Посмотрите, какие запасы у меня. Сунели. Сунели это пряности. Вот. Они у меня уже, наверное, два года. Но в холодильнике, как правильно хранить, они не портятся. Посмотрите, как свежие. Это есть для сациви. Вот посмотрите, сколько у меня чего есть. Это запрана, вот этот желтый цветок. Кинзы у меня. Вот. Это у меня кинза. Вот это у меня, друзья, сванури варили. Соль. Соль сванецкая. И вот это еще, по-моему, у меня. Мои Грузия пахнет. Себя не показываю. Почему? Потому что покажу лучше свой холодильник. Не правда ли так лучше? Вот эти пакеты тоже надо избавиться. Что сюда придумать? Может, узенькие купим. И чистенько, и аккуратно вышло. Так, это первое. Вот такую сливку я использовала. Видите, она такая невзрачная. Алыча, может, называется. Не знаю тут как. Ну что, сейчас я перетру чеснок с укропом. Перемолю. Добавлю. Все остальное. Будем пробовать вместе с вами. Вот эту красоту я поставила сейчас на газ. Видите, она сейчас поменяет цвет. И мне кажется, она здесь густая. Кисленькая. Это мы сейчас добавим. Столовую ложку сахара. Посмотрим. Давайте добавим полторы ложки. Полторы ложки сахара. Посмотрим, что получится. Я хочу это приготовить быстро. Покрашиваем спит. Он ведь из пряностей. Кинза, как не любит запах. У него аллергия. Вообще, у всех турков. Кинзу не переносит. У многих турков. Я по подругам своим знаю. Так, а это вот мы готовы. Я уже тут еще воду добавила. Здесь много всего. Красный перец положила. Целую чайную ложку. Это будет бомба соус. Мне кажется. Вот я душу отведу. Она уже сейчас так пахнет. Зелень добавлю, как только оно закипит. Так, а это вот. Обалденная вкуснятина у меня получилась. Ой, аромат по всей квартире. Вот так вот запахло Грузией у меня в Турции. Так приятно душа радуется, мои хорошие. И вы можете тоже приготовить это в любой стране. Ну вот, и я такая яркая. Так много сделала румяны. Что ж, как говорят, ты куда это собралась? Да, вчерашний день на меня очень произвел большое впечатление. Мой прямой эфир. И мне захотелось выглядеть так всегда. Тем более, вы пишите такие очень хорошие комментарии. Исключая некоторых, которые все не знают, как ко мне прицепиться. То, к моему бизнесу, то, почему у нас нет машины. И собираюсь перед вами отчитываться, моя дорогая. И те, кого беспокоит эта тема, я не хочу на вас тратить зря время. У меня хорошее настроение, вы мне его не испортите. Так вот, мои хорошие, к чему это все? Я знаете, что подумала? А может мне начать бьюти-ролики? Как наносить макияж? Как вы думаете? Напишите, пожалуйста, в своих комментариях. Вам это интересно или нет? Как красиво жарятся сосиски. И сделала аж кыму. Такой завтрак, вот так пожарила сосиски. Вот это мой завтрак. Меня многие спрашивают, ну как я так не поправляюсь? Ну потому что я слежу за собой, контролирую свою... Если я вечером много поела, то я стараюсь утром как-то так вот, ну не знаю, уже знаю, чувствую свой организм, что-нибудь легенькое. Я кушаю хлеб только ржаной, и то один-два кусочка. Вот иногда бутерброд утром, иногда вот творог с такими фруктами. Так что стараюсь как-то себя всегда поддерживать и контролировать. Ажкин, сегодня настроение хорошее. И Муран выспал с Ашкин. Ашкин, афея толсу? Бенедит мы с вами? Као? Кемалий, джек мы с вами? Сос, сос, бенем сос, ябтым герджу. А, посмотрите, посмотрите. Ния! Саймьер, кетчуп попросил. Чорба на салашке там? Да. Гизель Эйзагелин чорба я сделала. Тут булгуры и мерчимик. Вот такой компот сделала, видите? У меня фрукта у него нет, он не любит. Так вот сделала свежий салат. Себе картошку отварную подожарила, и маятки мали. Ну все, а потом будет вчерашний соус дайдать. Перегладила очень много беля, и еще столько глажки, столько сорочек. Сейчас покушаю, займусь, варенье варится. В общем, и так день прошел у нас сегодня. Привет-привет! С вами я, Светлана Атан. Сегодня я отдыхаю, мои глаза отдыхают от макияжа. Готовлю аж к кому кофе. А почему я готовлю? Потому что он заслуживает. Погода у нас замечательная, настроение шикарное. Чего и вам желаю, мои хорошие. Вот это слово «паразит», мои хорошие, не могу я никак забыть. Потому что как я могу забыть? А как вас называть по-другому? Кофе, стакан холодной воды. Сейчас надо это донести. До пункта. И покажу вам, чем занимается мой муж. Посмотрите на моего аж кима, как он мне помогает. Посмотрите, как он красиво это сначала приготовил, порезал хвостики. Потом посмотрите, как красиво он сделает. Абберин зен мини-машки. Абберин. Видите, как он помогает? Вот такой он хороший у меня. Афей толстый ножки. Чего кюзелья пьешь? Вы видите, ему не понравилось, что я его сняла, как он мне помогает. Потому что многие мужчины не хотят об этом кричать на весь мир, что они делают, понимаете? А вы тоже поймите, когда я вам не показываю. Вот сами увидели его реакцию. Ему не понравилось это. Потом скажут, вот женился и готовлю кушать. Ну не то, что готовлю кушать, да? Но, может, многие его не поймут, не знаю. Ну такая реакция. Ну ничего, бош-верь, я говорю, бош-верь, бош-верь. Не нравится, не нравится. Многие, конечно, любят на камеру там что-то делать, но не мой муж. Горох буду чистить и также в холодильник положу. Не спрячу, а положу. Кстати, я работаю уже над своей разговорной речью. Вчера была на двух вебинарах. Как надо красиво разговаривать с вами. Как научиться быть оратором, чтобы вы меня слушали и хотели слушать. Нужно познать секреты об этом. Не рекомендую многим блогерам, особенно и мне, поучиться. Это я и делаю. Как вы думаете, если я буду так разговаривать, то моё видео 15 минут продолжительностью. Сколько станет продолжительностью? Ну, конечно, если бы я быстро говорила, то, конечно, было бы и за 5 минут можно было сделать. Но я буду разговаривать таким образом, нравится он или нет. Вот видите, как я люблю дурачиться. Ну, как без этого, скажите, пожалуйста. И главное, я вижу ваши глаза. Я вижу вашу энергию. Я вижу ваши глазки. Как вы слушаете меня внимательно, и не можете не пропустить ни рекламу на моём видео, ни моё видео переключить, потому что вам нравится. Вам нравится меня смотреть. Не так ли? Я вас за это очень люблю. Спасибо вам большое. Ашкем пошел на прогулку. Как хорошо, что он стал ходить, двигаться и спать стал. Ложиться хоть пораньше, не под утро. Ашкем, где ты? Где ты? Покажу пока вам. Вот наш Мерсин. Ветерок такой приятненький. У нас тут в Мерсине ветра, но... Вот мой Ашкем. Ашкем! У меня слышал меня Ашкем. Спортсмен мой. Ашкем, хызлы, хызлы, юрю. Такое слово, юрю, юрюмек. Прогулка пешком. Маску забыл он. Вот это да! Такой у меня бардак здесь. Не то, что бардак. Это белье каждый день стираю. Вот посмотрите. Вот сняла. Надо раскладывать носки. Так, где они? А я не знаю, почему я не вышла. Что-то вот мне не то как-то. Это работы очень много сейчас по интернету. Не спеша. Друзья мои, о чем я хотела с вами поговорить. Такая ситуация, аж настроение испортилось. От всего этого. Билеты на автобусы очень подорожали на самолеты. Очень. У меня были такие планы. Не хотела я с вами делиться пока. Не думала, притворюю жизнь. А сейчас думаю, что не стоит этого делать даже. Хорошо, что не сообщила о планах. То есть, если билет стоил раньше 150, то трокзона, допустим, поехать на доме, то сейчас уже на сегодняшний день 500. Почему? Потому что даже если я с Ашкэвом сяду за в один автобус, то мы не имеем права сидеть рядом. Каждый должен сидеть друг за другом. Представляете, на другом кресле. То есть, два кресла мои, и за второе кресло я должна платить. Вот такая вот ситуация. Очень хорошая ситуация. Представляете, 500 лир, тысяча туда, тысяча обратно, две тысячи. А еще от Трабзона до Батуми отдельный автобус. И там тоже надо платить. В общем, у меня были планы такие. Я хотела пригласить всю семью свою, своих детей. Поделюсь с вами секретом. Хотела пригласить их на лето. Представляете, 6 человек туда и обратно. Лучше я эти деньги им отправлю. А я уже приеду с Ашкэвом туда. Вот видите, какая ситуация. Может, это все изменится. Будем надеяться на все хорошее, чтобы скорее... Но все пугают второй волной. Надо быстро мне успеть, потому что мне нужно делать документы, гражданство, на гражданство подготавливать. И еще кое-какие планы. Но об этом потом я не люблю говорить и не делать. Вот когда не получается, тогда уже я о своих планах рассказываю. А завтра мы собираемся пойти в гости к старшей заловке. Там тоже родственники приехали из Ниты. Рядом с родителями, что деревня, город, есть такой большой, с маленьким ребеночком. И мы идем туда с мужем их навестить. Так что будет очень интересная съемка. И я все покажу вам. Все, пока-пока. С вами была Светлана Ата. Наш сегодняшний утром был губров. Делала вот так вот чадик. И вот помидоры не делала сама. И попробую вот такую, очень хотела, газовая вода. Приятного аппетита!